Армения в качестве сателлита Кремля продолжает действовать строго в его парадигме в ущерб Украине, а также международных организаций, мониторящих преступления путинского режима на оккупированных России территориях. Как стало известно, Армения заблокировала процесс принятия бюджета ОБСЕ, а также специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Совершив данный поступок, официальный Ереван фактически нивелировал возможность дальнейших действий данной организации, нанеся удар по ее престижу и функциональности. Напомним, что текущий мандат миссии ОБСЕ в Украине истек 31 марта, и если не будет принято решение о его продлении, работа организации в Украине завершится автоматически. Несмотря на то, что миссия ОБСЕ в Украине иногда вызывала противоречивую реакцию, нельзя не отметить определенные плюсы в ее работе. Теперь же, после деструктивного поведения официального Еревана в ОБСЕ, Украина лишается мониторингового органа, который во многом информировал западных партнеров о происходящем на оккупированных территориях. Важность миссии для Украины заключалась в том, что формально именно она подавала объективный взгляд на происходящее в террористических анклавах. Ведь важно понимать, что точки зрения Украины и Орефии на то, что происходит на Донбассе, весьма полярны. Поэтому необходим был некий посредник, которым и выступала ОБСЕ. При всех его плюсах и минусах текущая ситуация, когда Россия признана страной-агрессором, заслуга в том числе и данной организации. И если ее миссия будет завершена, украинская сторона потеряет определенную долю поддержки. Таким образом, блокируя деятельность ОБСЕ, Армения демонстрирует абсолютно враждебный настрой против Киева. Кроме этого, Армения окончательно теряет остатки репутации в глазах Запада, вызывая серьезное недовольство. Не нужно иметь семипяди во лбу, чтобы понять, по чьей указке Армения идет на такую конфронтацию. Несмотря на все противоречия во внутренней политике, страна давно и плотно находится в кармане у Кремля, и ее внешнеполитическая независимость весьма номинальна. А так как Кремль никогда не одобрял деятельность миссии ОБСЕ на Донбассе, хоть и всячески пытался подкупить или внедрить в нее своих людей, то логично предположить, что блокировать новый этап миссии Армении было приказано из Кремля. Официальный Киев непременно должен принять это к сведению. Армения в ее нынешнем положении откровенно подыгрывает врагу Украины. И не просто подыгрывает, а угрожает своими действиями суверенитету Украины, а значит, находится на одной стороне с Россией. В текущей геополитической ситуации подобное нельзя игнорировать, а значит, следует занять самую жесткую позицию в отношении Армении по самым щепетильным для нее вопросам. Честно говоря, реакцией на подобные поступки могут быть самые разные дипломатические и экономические действия. Украине впору реагировать на подобное так, как это делает Эрефия. Блокировать импорт, если таковой есть из Армении, усложнить миграционную политику, оказать поддержку ключевым оппонентам Еревана и т.д. Говоря простым языком, если Армения хочет служить Эрефии, то она должна принимать все издержки подобного халдейства. Резюмируя, отметим, что действия Армении очень удачно совпадают не только с окончанием миссии ОБСЕ, но и с общим обострением противостояния на Донбассе, где активизировались обстрелы российскими террористами и Украина снова несет потери. Другими словами, происходит то, что как раз и попадало под мониторинг данной миссии. Получается, что смерти украинских солдат и активизация террористов в некоторой степени являются результатом дипломатических действий Армении на Устьканой из Кремля. Москва, кстати, обвиняет в обострении именно Киев, и вот это очередной пример спорной ситуации, которую отчасти разруливало ОБСЕ. Поэтому, если из-за Армении миссия организации на Донбассе будет свернута, уверяем, что количество таких ситуаций будет возрастать неуклонно, а значит, Украине следует готовиться к новому витку военного обострения и новым потерям.